Клуб профессионалов гостеприимства Черноморского побережья охватывает пять городов – Москва, Сочи, Анапа, Ялта, Пятигорск. Чаще всего специалисты в области индустрии гостеприимства общаются в режиме онлайн. Но теперь решили, что пришло время компьютеры и гаджеты отложить в сторону и в ходе живых бесед с экспертами-практиками решать, как развивать отрасль дальше. В частности, самый главный курорт страны – Сочи, который достиг определенного уровня, но двигаться необходимо дальше. Я считаю, что, например, та же Турция не является конкурентом для Сочи. В Сочи свой особенный путь, и этот путь, по-моему, связан с концепцией здорового образа жизни, с концепцией эмоционально насыщенного отдыха. И сегодня отдельный блок экспертов европейского уровня, которые реализовали проекты, в том числе и в Европе, будут рассказывать об этом. Сочи, по словам экспертов, готов конкурировать с международными курортами. Есть категория людей, которые теперь уже выберет исключительно российский курорт вместо турецкого берега. Сочи, говорят эксперты, должен и дальше развиваться под брендом здорового образа жизни, здорового эмоционального отдыха. Это то, на что и была изначально сделана ставка преобразования курорта Сочи, и продолжится это должно в 21 веке. Мы видим, как интересно развиваются события, когда проходят мероприятия, новые мероприятия в городе, но приезжают люди и в межсезонье. Мы сделали специальную программу отдыха на море зимой, да, у нас люди на досках выходят плавать с дельфинами в гидрокостюмах. Это тоже интересное зрелище, и люди за этим начинают возвращаться. Сочи – это не только событийное место, куда приезжают ради каких-то форумов и конференций, а Сочи теперь – это и тур выходного дня, когда можно собраться с семьей, полететь на выходные к морю, в горы. Клуб профессионального международного содружества независимых экспертов будет работать два дня, в том числе и на базе отеля «Спорт.Ин». Елена Овсецына, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.